Мур, ты на канале Зверько, а это новости патчей тестового сервера, где мы говорим только правду и немножко слухов. Обновление 1.5.32. Акционную валюту, судя по всему, можно будет конвертировать в алмазы и что-нибудь купить, при том получить бонусы за пополнение. 1 ноября будет доступен скин на Чонга, Biohazard, Resident Evil. С 24 ноября будет доступен для покупки перерисованный скин на Рафу, Фея Цветов, с чудесными глазами на картинке. Также перерисовывают скин Тигрила Тёмный Страж. Изменения в магазине фрагментов 25 ноября. Премиум скины уберут Диги Почтальон, добавят Тигрил Тёмный Страж и Фаша Чарующая Ведьма. Редкие скины. Уберут, опять же, Диги Почтальон, Карина Чёрная Жемчужина, Клинт Рокнролл, Аргус Тёмный Дракон, Леоморд Ледяной Паладин и Ретель Ночная Стрела. Добавят Нано Страна Чудес, Люнокс Цветение Ясеня, Циклоп Пучина, Кими Биологический Рубеж, Мия Капитан Шип, Ангела Китайская Кукла, Магазин Героев. Уберут Ло И, Иритель, Пополя и Купу, Алдоса, Хелкорта, Леоморда. Добавят Рафаэль, Керри, Франко, Чонга, Кусаку и Клауда. А теперь представлю спонсора этого выпуска. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звёздного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, всё просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. А теперь возвращаемся к ролику. Изменения героев. Итак, тут на тестовой наконец выкатили ревамп Аргуса. Пассивка. Получила дополнительный удар и суммарный урон трёх ударов составляет 240% общей физической силы с небольшой анимацией передвижения вперёд. Первый навык. Почти без изменений. Однако, на основе скорость перезарядки уменьшается с уровнем 12,5 и 10 секунд. А на тестовом с 15 до 10 секунд. Кроме того, теперь, даже если не попал по врагу первым навыком, то ты можешь прожать первый навык ещё раз и всё равно совершишь прыжок с ударом. Это увеличит подвижность Аргуса и позволит дважды перескакивать препятствия. Второй навык. Уменьшили бонус от физатаки до 80% и убавили продолжительность проклятия с 5 до 4 секунд. Однако, добавили форму урона, которая действует словно кровотечение в РПГ играх. Проклятая цель в течение 4 секунд получает урон каждую треть секунды, если движется. Поражённый враг по-прежнему оставляет за собой след, на котором ускоряется Аргус. Вдобавок, на основе перезарядка 10 секунд все уровни, а у нового Аргуса от 8 до 6 секунд, что на самом деле удобнее в погоне за целью. Притом, кровотечение в сумме даёт неплохой урон. Ульта. Добавили бонус к физической атаке. 25, 35, 45, в зависимости от уровня навыка. Хотя в описании навыка куда-то дели ресайланса 25%. Если честно, я бы добавил ему ещё спринт в ульту, чтобы можно было её грамотно реализовать. Подобно Ханзе. Но меня никто не спрашивал. Пиши в комментариях, как тебе такие изменения Аргуса. И мы продолжаем. Броуди. Тут в письме какая-то маловнятность и на текста экзистенциальных страданий разработчиков. Короче. Атрибуты. Уменьшили базу атаку до 115. Подняли прирост скорости атаки с 3 до 5 секунд. Также уменьшили штраф к скорости атаки от предметов. Теперь Броуди получает 50% скорости. Ранее получал только 30%. Первому навыку теперь лишь немного срезали бонус физ.атаки. До 180%. Этими изменениями разработчики приближают Броуди к остальным стрелкам. Что делает его менее особенным. Лично я не люблю, когда у персонажей забирают их геймплейную изюминку. А Броуди должен быть стеклянной мощной пушкой. Лапу-лапу. От его ульты и так хрен убежишь. Так ему еще и увеличили расстояние перемещения для третьего навыка в ульте. Впрочем, по выбору игрока он может совершать удары и на месте, что сильно упростит управление. Вдобавок, вкинули куски оптимизации для первого навыка и пассивки. Клауд. Добавили новый фон при выборе героя. Добавили урон при использовании Охотника на демонов. Ульта. Получила апп. Базовый урон подняли до 120-160. Чуть уменьшили бонусный урон по миньонам. Теперь только 300%. Чун. Трой навык. Добавили бонус от физатаки, увеличив его до 200%. Теперь это ему, что мертвому при парке. После нерфа в 1-5-30. Ло-и. В 1-5-30 уже писали и вновь повторяют. Увеличили скорость каста и ширину первого навыка на 10%. На 10. Также уменьшили затраты маны. Вдобавок, чуть ослабили базовый урон. 210-410. Ван-ван. Ульте уменьшили бонус от физатаки до 40%. Сессилион. Второй навык. После долгих раздумий отняли замедляющий эффект. Пакитал. Если ты еще не видел, что это за герой, у меня есть обзор на него. Итак, шкала зарядов пассивки теперь отображается еще и под здоровьем, что гораздо удобнее. Также добавили анимацию заряженного удара. Первый навык получил ряд аппов. Поглощение урона было увеличено до 45-60%. Продолжительность поглощения также продлена с 2 секунд до 3 секунд. Базовый урон увеличен до 245-420. И добавлено 10% к бонусу физатаки. Усиленный первый навык. Добавили эффект замедления к удару. Минус 70% скорости бега на 1 секунду. Добавили базовый урон до 350-600. И увеличили на 10% бонус от физической атаки. Замедление пусть и короткое упростит нанесение комбинации, а усиление навыка добавит живущести новому бойцу. Матильда. Ее выход ожидаем на 12 декабря, если правильно помню. Первый навык. Немного уменьшили затраты маны. Второй навык. Для щита увеличили бонус от магической силы до 180%. Ульта. Уменьшили время оглушения цели после удара на четверть. Расстояние оттолкивания тоже уменьшено на 10%. Клинт. Ревамп, которого скоро будет на основном сервере. Первому навыку вернули штраф при выстрелах в одну цель. Ульта получила апп к бонусу физической силы. Другие изменения. Добавили настройку, которая отображает накапливаемый урон. Например, город, циклоп, чане, ван-ван и так далее. Теперь проще будет прикинуть урон в бою. Хотя, похоже, чистый урон от пассивки он не учитывает. Маска третьего уровня. Теперь будет давать на 2 золотых больше. 14 единиц вместо 12. Каждые 4 секунды. Докручивают штрафы и бонусы для лесных предметов. Штраф увеличен до 40% за миньонов на линии. А бонус за убийство или ассист героя дает только 60 голды. Однако, подняли бонус за лесных крипов. 15% к опыту и голды для ножа. 25% для второго и третьего уровня лесного предмета. Многие спрашивают, как стартовать лес. Я полноценно смогу рассказать тогда, когда разработчики успокоятся с изменениями характеристик и штрафов, касающихся фарма. Раньше делать этого бессмысленно. Лучше полный обзор по защитным предметам выкачу вам. Про стримы я помню. И они будут. А чтобы не пропустить, подписывайся на канал. А на этом все. Удачных боев, друг! Субтитры сделал DimaTorzok